Как уточнили сегодня в российском посольстве в Белоруссии, во время беспорядка в Минске были задержаны 10 россиян. Одного из них, фотокорреспондента петербургской газеты «Мой район» Александра Астафьева, уже освободили. Между тем, в различных СИЗО остаются сотни белорусов, в том числе и недавние соперники Лукашенко в борьбе за пост главы государства. В частности, в изоляторе КГБ находится бывший кандидат в президенты Андрей Санников. При задержании его жестоко избили, серьезно травмировали ногу, которую теперь лечат мазью от головной боли. «Квалифицированной медпомощи нет», — заявляет его адвокат. Он также добавил, что уже подал жалобу в Генпрокуратуру с просьбой проверить, при каких обстоятельствах был избит его подзащитный. А вот где и в каком состоянии находится еще один кандидат, Владимир Никляев, не знают ни адвокаты, ни родственники. Екатерина Кибальчич попыталась восстановить обстоятельства его исчезновения. Эти кадры обошли мировые телеканалы. На кандидатов к президенту Белоруссии, поэта Владимира Никляева, напали неизвестные. На глазах у милиции колонну людей, которые шли на акцию протеста, избили и закидали светошумовыми гранатами. Кандидат без сознания в снегу, его забирают в скорая помощь. Это последняя видеосъемка Никляева. С тех пор прошло три дня, но где он находится, до сих пор не знает даже жена. Сегодня Ольга Никляева несет передачу к изолятору белорусского КГБ. Хотя нет уверенности, что муж там. Ведь его даже не арестовали, а похитили из больничной палаты. Люди в штатском. Скрутили меня, держали на крики, никто не прибегал. Они стащили Владимира Раковича, его завернули в одеяло, потому что он не мог идти. День голосования в Минске завершился акцией протеста. В ночь подсчета голосов были задержаны около 600 человек, в том числе пять кандидатов в президенты. Но Никляева избили еще до того, как были закрыты избирательные участки. Дело в том, что Никляев был таким признанным лидером этой избирательной гонки. И он рассматривался как главный соперник Лукашенко. Его рейтинг по данным независимых исследовательских центров составлял приблизительно 17-18%. И он уверенно выходил во второй тур вместе с Лукашенко. На встрече с кандидатом Никляевым собирались полные залы. Не только интеллигенции, но и традиционный электорат Лукашенко. А вы за Лукашенко когда-нибудь раньше голосовали? Голосовал. Успеху Никляеву. Молодец. Особенно заключение. Человек нашего поколения. Мы дети войны. Предведение Владимира Никляева в школьной программе по литературе. Он лауреат госпремий и бывший председатель Союза писателей Беларуси. Песни на его стихи исполняла вся советская эстрада. Давай гуляй, казах! Играй, казах, судьбой! За Владимира Никляева вступились и российские писатели. Поэт Евгений Евтушенко сегодня через Первый канал обратился к белорусским властям. Так страшно слышать сейчас, что чуть не убили одного из лучших белорусских поэтов. Белорусы, которые были натравлены кем-то, научками, которые даже не читали его наверняка, его стихов. Хотя он один из лучших белорусских сегодняшних поэтов. Хочется просто кричать, чтобы услышали меня и чтобы как можно он был освобожден. Александра Лукашенко спросили о задержании оппозиционеров и о том, не станет ли Никляев очередным исчезнувшим. Хотите поговорить с ним? Следственный изолятор. Вы думаете, что мы его скрали и кудысти звезли? Нет, таких подарков не будет больше. Таких подарков не будет больше? Значит, что Лукашенко проговорился и силовики в Беларуси уже так поступали? По неподтвержденной информации, все пятеро кандидатов в президенты сейчас находятся в изоляторе КГБ. Им грозят серьезные тюремные сроки, а по Белорусскому ТВ уже показывают признательные показания их соратников. Завязалась драка, и подоспевшая милиция смогла эту драку разнять. Сотрудники милиции не виноваты в случившемся. Благодарит милицию Андрей Дмитриев, руководитель штаба Никляева. А вот он всего тремя днями ранее на митинге в Минске призывал людей не бояться. Суд над кандидатами в президенты Беларуси уже начинает напоминать процессы 30-х годов, когда невиновные признавались и каялись. Екатерина Кибальча, Дмитрий Новожилов, Первый канал.